Я люблю тебя! Главное, не разъезжать на нем в соседние страны, а то вдруг реальные хозяева увидят. Село Цикиновка, Винницкая область. Этот паром можно назвать таким себе порталом из нашего мира в их мир. Здесь действуют понятные нам законы. Всего пять минут, и сила течения прибивает к другому берегу. Берегу, где слово «барона» принято считать словом в законе. Каждый город – это как табор. И вот в таборе должен быть порядок. Кому как, не им самим вместе со мною делать этот порядок. А это пятачок, такой себе тайм-сквер местного разлива. Когда широкая цыганская душа требует общения, костра и семечек, они идут сюда. Ведь пятачок – это, по сути, главпочтамт. А по скорости передачи всего на свете, цыганская почта даст фору ЦРУ, МИ-7 и прочим уважаемым организациям. Сюда ежесекундно стекается информация. Важная и не очень. Но сегодня к жизни в стиле диско-танцуй мы были морально не готовы. А потому, проехав прямо и немного направо, остановились около вот этих ворот. Здесь живет наш старый знакомый – цыганский барон Артур Чираль. Проходи. Любишь персики? А, да, пилат. А тебе, ахаса персики? Давай, давай персики. Давай быстро. В самом сладком доме в Сороках все те же сладкие персонажи. Глава ведомства по закрутке и обороне консервации. Жена барона – Лидия Алексеевна. Помогают руководителю в столь нелегком деле две дочери – Соня и Анжела. Мама, это вишняк, по-моему, да? Это наливка. По другую сторону баррикад Вася и Мари – гусеницы со стажем и компота-уничтожители высшего разряда. И, наконец, дядя барона Людвиг – такой себе Иван Сусанин местного разлива, частенько заводящий кого-нибудь попадя в этот оплот фруктового запивона. Людя, оставь иракия, Людя! Людя! Давай, давай, давай! Костепец, заканать, Людя! Оставь, Людя! Аллахавку! Целый месяц семья цыганского барона Артура Чараря проживет под круглосуточным наблюдением камер, когда тайное становится явным, а закрытый цыганский мир ближе, чем когда-либо раньше. В общем, здравствуй, папочка! Мы идем! Смотрите сегодня в программе. Похищение или несчастный случай? Куда пропал трехлетний внук барона? Да, его же! Да, его же! Невозможное невозможно! Или как домка Людвига от алкоголизма кодировала? Ни все не петь, ни все не петь! И, наконец, Майдан по-цыгански, любовь, кони и Советский Союз. Другая жизнь была. Вот сейчас все нет у нас. У нас пенсия маленькая 100 рублей. Народная сорочинская мудрость гласит, кто рано встает, тому картошка в два раза дешевле. А все потому, что в столице цыганского мира сегодня не что попало, а базарный день. Нарядные цыганки с лукошками в руках, как намагниченные, тянутся к местному рынку. Не против набрать всего да подешевле и жена барона Лидия Алексеевна с младшей дочерью Анжелой. Причем, заметьте, несмотря на высокий статус папочки, на рынок они идут на своих двоих. Цыганский телепорт? Нет. Всего лишь магия телевидения. И наши дамочки уже срывают голос, чтобы выцыганить у торговцев молдаван хотя бы несколько лей. Как это с картофелем? Как это с картофелем? Горель. Ваня, он требуется путь три гаиня, а может, с ваду с москва-то лафида. За сколько вы намагаете? Мясо 95. А подешевле? Я вам выступаю немножко. По 85. Вы же понимаете, что сэкономить деньги во всем этом кошмаре не главное. В цыганском мире поторговаться – это радость для души и тела. Ну, почти как в фитнес-клуб сходили. Чаполино был бы в восторге, видя, как громко и долго две статусные цыганки могут сбивать цену на две луковицы. Мы уже сами были готовы купить хоть килограмм, лишь бы скорее вернуться в дом барона. Как вдруг, всего за несколько секунд все перевернулось с ног на голову. Ого! Вот так встреча на Эльбе. Да это же наш старый знакомый Жика, друг Кашмира, бывшего мужа Анжелики. Это ему стариноборону строил нагоняй в первой серии. Просто ответить на приветствие здесь и сейчас означает предать клан и отца. Но стоит ли искать логики в девичьем сердце, даже в суровом и патриархальном цыганском мире? Честно говоря, я уже что-то думаю, я уже не хочу ничего. Про него вообще думать не хочу. Я просто так, ну, будет-будет, нет-нет. Добрый день. Находите у нас. Ну, благодарна вас, что вы зашли у нас. Лук нарезали в этот день и в доме дяди барона Людвига. Но плакал главный фанат Барселоны в Сороках вовсе не от этого. За несколько дней до эпохального матча с Испаньолом жена решила лишить этого красавца смысла жизни. В общем, закодировать она его решила. Моя дорогая, хорошая, красивая моя, интересная. Убежишь? Ты одна единственная. Что я могу делать? И неповторимая. Но те тоже женщины. Они тоже имеют сердце, имеют душу какую-то. Буду закодировать пожизненно. Меня? Тебе лично тебе закодировать. Что я могу с тобой делать? Они мои друзья. Все буду делать? Они мои друзья раскодируют. Мои любовницы. У меня... Ух ты! А, красавица у меня есть. Научная группа Восточно-Молдавского университета Перегара и Чекушек давно доказала. Закодировать Людвига можно. Но не на этой планете. Совести нет у этих ученых, сказала жена Людвига Домко через 39 лет. И решила бороться с зависимостью мужа своими руками. В смысле, отвар решила приготовить. Больше не будешь пить в жизни. Конечно, не буду. И любовницы не будешь иметь. Тот, кто пил, будет пить. Не будешь пить. Тот, кто ел, тот, кто хотел по женщинам, будет. А тот, кто не хотел, разве навсегда? Все. Не будет иметь. Тот, кто курил, не будет курить. Тот, кто пил, а тот, кто бросил, это уже... Тот, кто пил, будет пить. Тот, кто курил, не будет курить. Тот, кто ел, будет отжиматься. Мы одни потеряли логику? Когда в цыганских семьях теряется логика, самое время немного подраться. Особенно, когда в день кодировки клиент еще не успел пропить все деньги. Еще любовница тебе нужна. Еще любовница тебе нужна. Еще любовница тебе нужна. Ну, ты как, поскольку. Это с урана. Ты как? Ты что, ты бей? Ты что, ты бей? Не Терешкова, конечно, но полетел красиво. Такое и повторить не грех. А пока хранитель традиций Людвиг отвечает на вечный вопрос, сколько пальцев на руках, мы вернемся на Сорочинский базар, где дочка барона Анжела не особо противится общению с врагом клана Жика. Тут главное, чтобы мама не увидела. Я вчера с ним разговаривал, Кашмир. Он не просто боится твоего отца из-за этого и больше ничего. Ты ему все нравишься, все конкретно, все хорошо. Почему ты так ведешь себя? Чего ты боишься? Отца, что ли? Сейчас мама подойдет и нас увидит. Напомним весь драматизм ситуации. Сказав три года назад Эревидерчи беременной дочке барона, ее бывший муж Кашмир неожиданно делает попытку наладить отношения. Раз ты любил ту девку, с самого начала, к которой ты впоследствии вернулся, зачем ты пришел портить жизнь моей девочки, моему дитя? Зачем? Я знаю, что в цыганский суд говорится, что только без тюрьмы в цыганском суде. Но нет, времена меняются. И таких идиотов надо наказывать. Надо наказывать жестоко. Но идти к крестному отцу самому, значит, купить билет в один конец. А потому, закупив игрушек для сына, Кашмир отправляет в бой вот этого бородатого красавца. Я сказал, забери, пожалуйста. Забери твои эти игрушки, все, все, уходи. Несмотря на гнев и угрозы отца, Анжела просит сестру Соню устроить им тайную встречу. Но на семейном совете решают. Второго такого позора клан не перенесет. Я ей не отказала, мам. Надо было отказывать. И что мне теперь делать? Скажи, что было. И все. Не зная об обмане сестры и матери, Анжела уверена, Жека специально не пришел на встречу, чтобы унизить ее, дочь барона. Несколько минут на цыганском и секрет разваливается на кусочке, которым теперь и суперклей не поможет. Но сейчас не время для истерики мести. В любой момент Лидия Алексеевна может увидеть их. А тогда никакие истерики Анжелу уже не спасут. Сейчас мама подойдет и нас увидит. И нам будет уже как-то... А суть красоти молосами к ней будет? Молосами, ракяку, но пятачок. Пятачок урати? Котенди? Котенди, восемь. Восемь? Да. Точно? Точно. Одессы? Одессы. Ну ладно, все. Ого! Очередная тайная встреча? Эх, Анжела, рискованная ты девка. Хотя чего не сделаешь ради любви. Пусть даже бывшей. Как и во всем прогрессивном человечестве, в столице цыганского мира Сороках тоже бывает Майдан. Причем бывает круглогодично, по средам и пятницам. Сказать, что местные цыгане недовольны чем-то конкретно, было бы неправильно. Они недовольны всем, а под коньяк вдвойне. Развалили! Бонзитом давали, а что? Бонзитом купили. Они продали этот завод за большие деньги. Они купили за копейки. Развалили. Всего пяти минут достаточно, чтобы понять. Сегодняшний цыганский Майдан мало чем отличается от 255 предыдущих. Но, ввязавшись в танец, мы решили танцевать. То есть, митинговать до конца. Тем более, что после первой страсти моментально накалились. Чтобы заводы работали на Сороках, чтобы вот эти стяги, чтобы работали. Дайте нам работу. Нет работы у нас. Советский Союз. Советский Союз был хороший, сейчас тоже хороший. И Молдавия, мы за Молдавией. Ну ничего себе, цыгане-коммунисты. Видели бы это Энгель с Марксом, точно не поверили бы. Даешь колхоз по гаданию. Дядя Коля, разреши, пожалуйста. Я понял смысл дядя Коли, то, что он хотел сказать. Он хочет сказать, если даже у нас румынские паспорта будут, чеслаховатские, югославские, мы все равно тянемся к России. Но если отбросить иронию, становится понятно. В столице цыганского мира старики мало чем отличаются от таких же стариков, когда-то огромной и неделимой страны. Я 42-го года, 72 года больше. Мне раньше лучше жилось. Мои дети, моя семья. А сейчас, понимаешь, что тут поворот. Кузнечное дело и один из крупнейших в союзе текстильных кооперативов. Именно тогда в карманах местных цыган впервые завелись хорошие деньги. После второй байки о былой славе полились рекой. А это означало лишь одно. Пора спасаться бегством.